Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы рассмотрим скам компании Текра. Вспомним, как все начиналось, кто всем этим руководил и сколько заработали организаторы. Итак, официальный сайт компании Текра уже удален и не существует. Но вот телеграм-канал существует до сих пор. И здесь мы видим, что он создан 6 декабря 2020 года. Фотография канала также была загружена в этот период. И мы видим, что на канал подписано 10 656 подписчиков на данный момент. Понятно, что не все из них являются инвесторами Текры. Кто-то подписался на канал чисто ради интереса. Но, тем не менее, можно предположить, что количество инвесторов составляет тысячи людей. Итак, мы видим, что первые сообщения о начислениях стали публиковаться еще 7 декабря. Причем, обратите внимание, что сообщения публикуются на английском языке. И, в общем-то, это наводит на мысль, что первоначально упор делался именно на зарубежную аудиторию. Не на рынок СНГ, как делают многие хайпы, а именно на зарубежную. Потому что, например, даже поздравления с Рождеством публикуются 25 декабря и на английском языке. Как мы знаем, на рынке СНГ, например, Рождество празднуется уже в январе. Ну и логично было бы ожидать поздравлений на русском. Так, мы видим также, что сообщение все-все-все на английском языке идет. Это уже пошел январь. Прокручиваем ниже. Публикуется ссылка на официальный канал на YouTube, который также существует до сих пор и не удален. Прокручиваем ниже. Здесь появились определенные новости также на английском языке относительно комиссий. И так далее. Нас это сейчас не очень интересует. Это чисто технические сообщения. И вот, наконец, стали появляться уже видеоролики. То есть первые видеоролики на разных языках. И вот мы с вами как раз видим презентацию на испанском языке. Это, я так понимаю, на арабском языке. И так далее. То есть, получается, примерно с декабря месяца уже начали работать инвестиции, шли начисления. Кстати, кто уже является инвестором Теккера с декабря, пожалуйста, напишите в комментариях, действительно ли уже в декабре шли начисления. То есть, по сути, мы видим, что более активная раскрутка проекта начала происходить как раз в феврале. В конце февраля, вот мы видим, стали появляться уже презентации на разных языках. Прокручиваем, прокручиваем. Вот даже на узбекском языке. Текра.ком официальный сайт. Прокручиваем ниже. Поздравление с Международным женским днем. Опять же, кстати, на английском языке. Еще один видеоролик, в котором говорится о создании собственного мессенджера. Здесь, соответственно, объявление о лидершипе. И вот, наконец, появилось первое сообщение на русском языке. Уважаемые партнеры, напоминаем, что мы работаем с USDT только по сети ERC-20. Другие сети мы не можем принять. Вот так вот. Так, тут еще сообщения. Эфириум. Идут сообщения о начислениях. Майские праздники. VPN для доступа к сайту в Российской Федерации. Уважаемые партнеры из Российской Федерации, для доступа к сайту вам необходимо установить и использовать VPN-администрация. Уважаемые партнеры с РФ, вообще-то из РФ, если уж говорить о грамотности, да, и стран СНГ, поздравляем вас с наступающими праздниками. Это сообщение о 30 апреля. Да, уже стали появляться сообщения, как помимо сообщений на английском, так и на русском. Прокручиваем ниже. И интересно, это было 14 мая, публикуется сообщение о создании собственного приложения компании Techro. Это тоже интересно, мы это тоже посмотрим. И, наконец, 19 мая, как гром среди ясного неба, прозвучало следующее сообщение. Уважаемые партнеры, то есть уже пишут с грамматическими ошибками, что как минимум не солидно для такой крутой компании. Рады вам сообщить, что начиная с сегодняшнего дня мы оптимизируем систему внутренних переводов, а также подключаем дополнительные платежные системы, такие как Tether US Omni, TRC20, BEP20. Для вашего удобства и удобства работы ваших партнеров. Мы всегда прислушиваемся к вашим просьбам и рекомендациям. В период с 19 по 25 мая мы временно останавливаем вывод. Все начисления по депозитам, а также партнерские вознаграждения будут проходить в стандартном режиме. Все ваши средства будут доступны к выводу на действующие платежные системы и вышеперечисленные. Tether US Omni, TRC20, BEP20, 25 мая 2021 года. На период добавления внутренних переводов и новых платежных систем мы подготовили вам новый компенсационный тарифный план с доходностью 7% в сутки и сроком работы 7 дней. По окончанию работы депозита вы сможете, опять же, с ошибками пишут, вывести свои средства в полном объеме. С уважением, администрация ТЭКРА. Конечно, среди инвесторов это сообщение было воспринято очень неоднозначно. Одни сразу стали говорить, что все, ребята, скам, потому что под предлогом якобы подключения дополнительных платежных систем приостанавливается вывод. Это уже миллион раз было в других компаниях, а тем более, что здесь появилась еще, собственно, вот эта фраза. Мы подготовили вам новый компенсационный тарифный план с доходностью 7% в сутки и сроком работы 7 дней. И многие блогеры стали сразу говорить, что это добор, ни в коем случае не надо заходить на этот тарифный план и вкладывать новые деньги. Но некоторые блогеры продолжали делать вид, что все хорошо и предлагали заходить на этот тарифный план. Это, как говорится, уже на их совести. А сейчас давайте послушаем, что же вещает Давид Лещинский, который считается админом данного проекта. Он записал обращение 19 мая, то есть как раз в тот день, когда Текра прекратила выплаты. Всем добрый день, дорогие партнеры, с вами Давид Лещинский на связи. И 19 мая у нас сейчас 2021 года, 11 часов 26 часов утра. Значит, друзья, на ближайшую неделю вывод с компанией Текра временно остановлен, потому что подключают новые платежные системы. Делают внутренний перевод, то есть вы сможете перемещать свои деньги между кабинетами и будут новые платежные системы. Значит, чем мы занимаемся в ближайшую неделю? Друзья, мы открываем новый депозит. Компания ввела депозит на 7 дней. Да, депозит, который выплачивает ежедневно, и начисление идет ежедневно на баланс. То есть 25 числа вы сможете это все вывести. Данный депозит рассчитан только на 7 дней, пока идут технические работы. Например, вы его сегодня открыли, он 7 дней отработал, и все. Вы можете открыть его 24 числа, к примеру, 24 мая, и он у вас отработает ровно 7 дней. Его можно пополнять, его можно реинвестировать. Очень-очень выгодно. Минимальная сумма 50 долларов. Друзья, все сейчас, в ближайшую неделю, инвестируем на этот план, зарабатываем деньги, зарабатываем деньги, и 25 числа будем их выводить. Так что, друзья, не надо мне писать каждому в личное сообщение, ничего от этого не изменится, никому лучше не станет. Значит, партнеры уже открывают депозит VIP-платину. Очень много партнеров открывают депозит VIP-платину. Вот, я сейчас демонстрирую, люди на разные суммы открывают. Это спустя час времени, как этот план ввели, да? Так что, друзья, пожалуйста, открываем план VIP-платину, и работаем на нем, и зарабатываем. Завод средств в компании Тека работает. Всем желаю шикарного дня, шикарного настроения и тепла в ваши дома. Ну, собственно, из данного видео очевидно, что Давид Лещинский является либо админом данного проекта, либо правой рукой админа, потому что в ролике говорится, да, мы временно приостанавливаем выплаты, но ввод, тем не менее, продолжается. Давайте, инвестируйте. Вот мы сейчас открыли классный тарифный план, 7% в день. Давайте, давайте, несите денежки. Ну, в среде инвесторов это называется банальный добор. Ну, и кроме того, опять же, ребята, ну, обратите внимание, что Давид Лещинский никогда не показывает свое лицо. То есть, если компания потратила деньги и время на то, чтобы снять такие профессиональные качественные ролики с руководителями компаний, почему Давид Лещинский никогда в этих роликах не фигурирует именно полностью, а вы слышите только его голос? Ну, значит, есть товарищу что скрывать. Я нахожусь на официальном канале Текра на Ютубе, и давайте посмотрим, какие видео публиковались на протяжении времени существования данного проекта. Прокручиваем самый низ и находим самый первый ролик. Как видим, это было видео на английском языке Текра Прома, и оно было опубликовано 5 месяцев назад. И дальше уже пошли презентации на разных языках, где фигурирует некий CEO, то есть генеральный директор, Фредерик Глессер. И обратите внимание, как я и сказал, что видео переведено на разные языки. Это испанский, английский, арабский, итальянский, китайский, возможно, японский, не разбираюсь в иероглифах, русский. Это похоже на хинди, монгольский даже, португальский. То есть один и тот же ролик переведен на самые разные языки. Это, в общем-то, говорит о том, что был изначально замах на такое серьезное международное развитие. Кстати, давайте посмотрим, ролики на каких языках набрали больше всего просмотров. На русском 7,9 тысяч просмотров. И на испанском, а на испанском 10 тысяч просмотров, и на английском 17 тысяч просмотров. То есть по количеству просмотров английский номер один, испанский на втором месте, и русский, соответственно, на третьем месте. Дальше. Было также опубликовано видео с неким Яном Хагеном, руководителем именно финансовых операций. Видео на английском языке, на испанском, на арабском, хинди, русский, итальянский, китайский, наверное, тоже арабский, а может быть, фарси. Узбекский, что интересно. То есть даже решили нацелиться на узбекскую аудиторию. Конференция Текры в Коста-Рике. Это было 15 марта. Была проведена конференция. Открывается офис в Индонезии. Кстати, чуть-чуть ниже, вот здесь я пропустил. А Текра открывает консультационный офис в Улан-Удэ. Что интересно. То есть получается, первый вообще открытый офис компании это аж в Улан-Удэ. Наш пострел везде успел. Вот так вот. Дальше. Грибы. Офисы стали открываться как грибы. Текра открывает офис в Чите. Россия, соответственно, Узбекистан. В Ташкенте даже открыли. И вот как раз объявление о том, что Текра запускает свой собственный мессенджер, свое приложение. Видеоролик об открытии второго офиса в России, Улан-Удэ. И конференция в Москве. То есть где-то месяц назад в Москве произошла конференция. Конференция в Киргизстане, Бишкек. В городе Красноярск прошла конференция. Открытие офиса в Казани. Открытие офиса в Бишкеке. В Иркутске. В Казани. Иркутск. Значит, а, официальное видео, основанное на реальных событиях. Да, мы это видео рассмотрим. Достаточно забавное видео. Надо его будет разобрать. Так, ролик, переведенный, кстати, и на английском, и на русском языке. И обратите внимание, new opportunities и новые возможности. То есть, все-таки, интересно, кстати, да, что ролик на русском языке набрал даже больше просмотров, чем на английском. На русском 15 тысяч просмотров, а на английском 9,8. Я думаю, что это связано с тем, что именно более активная раскрутка текры пошла на рынки СНГ. То есть, как мы видим, офисы стали открываться в России, в Кыргызстане и так далее. Открытие нового офиса в Казани. Причем, обратите внимание, что это буквально неделю назад. Представьте себе сюрприз, да. Люди неделю назад открыли офисы перед самым скамом. Ну, ситуация, мягко говоря, не очень веселая для них, да. И, наконец, неделю назад был еще открыт офис в Москве. Вот. И открытие офиса в набережных Челнах. Ну, ребят, что могу сказать? Я имею в виду, которые офисы открыли. Поздравлять вас не с чем, конечно. И я желаю, чтобы эта империя процветала. Процветала на ваших счетах. Процветала в ваших мечтах. Процветала в ваших необычайных, дерзких каких-то полетах. Прошу вас. Один! Ура! Ходи с компанией! Текр на свет открыт! Трех, трех, трех! Ура! 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 Вот в данном видео я хотел бы показать свою логику рассуждений. Почему я, например, решил не инвестировать в Текру. Документация компаний. У них есть юридическое лицо. Это все понятно. Этим никого не удивишь. Особенно смешно, когда там кто-то говорит, а это легальная компания, у нее есть документы. Эти документы получить, это стоит там несколько сотен долларов или евро. Это все ерунда. В наше время это абсолютно не проблема. Итак, смотрим инвестиционные планы. Итак, мы видим, что инвестиционные планы с доходностью 1,1% в день, 1,5% в день, 1,9%, 2,3%. И, наконец, я смотрю инвестиционный план 5% в день, ребята. 5% в день максимальный план. Умножьте 5% на 30 дней. Это практически 150% в месяц. То есть, что я хочу сказать? Что доходность здесь достаточно агрессивная. Конечно, кто-то может мне возразить. Это всего лишь один из планов. Другие планы не такие агрессивные. Там с меньшей доходностью. Господа, не важно. Если есть тарифный план с доходностью 5% в день, кто-то будет в него инвестировать. Особенно крупные инвесторы или лидеры, у которых есть деньги. А это, естественно, создает дополнительную нагрузку на всю систему. Из каких, думаете, средств будут выплачиваться 150% в месяц? И, оглянувшись на прошедшие годы, действительно, даже среди хайпов, даже среди пирамид, были проекты, которые отработали полтора или два года. Но, как правило, у них доходность примерно 25-30% в месяц. То есть, где-то около 1% в сутки, не больше. А чего вы ожидаете от проекта, который платит 5% в сутки, например? Вы что, серьезно думаете, что он будет работать полтора-два года? И вы даже офис готовы под это дело открывать? То есть, когда я увидел эти слайды и увидел, что проект, именно доходность проекта достаточно агрессивная, то есть, ну, для себя я не увидел особого смысла сюда заходить. И, по-моему, уже любой более-менее грамотный инвестор должен понимать, что чем выше вам обещается доходность в каком-то проекте, тем выше риски. И тем, соответственно, короче срок жизни данного проекта. И здесь не сработает такая логика, что, а, вот, какой-то там инвестиционный проект работает больше двух лет, а вот появился проект ЭКРА, он еще в самом начале, значит, и он будет работать больше двух лет. Те проекты, которые работают больше двух лет, там нет тарифных планов по 5% в день. Примерно около 30% в месяц еще куда не шло. Но 5% в день, извините, ребята, такие проекты по полтора-два года просто не живут. После того, как прекратились выплаты, партнеры решили по адресам кошельков отследить, именно куда поступали средства. И вычислили, например, адрес кошелька, на который суммарно было получено в эфирах более 5 миллионов долларов, 5 миллионов 146 тысяч долларов. Так что, если суммировать, получается примерно 6,5 миллиона долларов на данные кошельки поступило. А в следующем видео я хочу разобрать выступления так называемых руководителей. Скорее всего, это нанятые актеры. Ну и будет интересно разобраться, как это все снималось. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны. Безграничные.